Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители моего канала. Мы обсуждаем разные темы. Сегодня я хочу сделать маленький очередной обзор о профессиях востребованных и менее востребованных. Очень много разных комментариев в этом плане. Попробую сейчас вам ответить на те вопросы, которые вы мне задавали в последнее время. Значит, профессия портной, швея. Да, здесь эта профессия хорошая, если вы приедете в мегаполис и пойдете искать себе работу в дорогих магазинах, как Nordstrom, Macy's, где продают костюмы и где нужно подгонять их. Я знаю людей наших, которые работают на этих профессиях, в этих магазинах. И это очень неплохая работа. Значит, они хорошо зарабатывают, подгоняя костюмы, платья, брюки и так далее. Значит, есть мастерские по пошиву, по заказу, ну, специальному заказу. Там обычно люди из бизнеса заказывают или телеведущие наши местные. Я с женой однажды был в таком ателье, там работает наш земляк из Белоруссии. И, конечно, там очень дорогие костюмы, очень дорогие заказы. Вот, не буду называть цены, но знаю, что там люди очень состоятельные. Правда, таких ателье не так много на весь Сиэтл. Открыть маленькое ателье здесь технически это просто. А вот найти постоянных клиентов, которые бы, значит, помогли оплатить Белл и намазали масло на хлеб, это уже вопрос более сложный. Есть ателье небольшие, они имеют какую-то работу, зарабатывают, но я бы не сказал, что очень-очень много. Парикмахеры. Парикмахеры хорошая профессия или вообще работники бьюти-салонов, салонов красоты. Они всегда востребованы, их здесь много, особенно в дорогих городах. Значит, эта профессия постоянно востребована. Вы можете, приехав, устроиться к кому-то работать или арендовать у кого-то кресло или место. Вот, и, значит, таким образом начать свою карьеру. Через время, когда вы все поймете, вы сможете открыть свой салон. Так что вам успехов. Да, еще на очереди ремонт обуви, пошив обуви. Ну, таких мастерских не так много тоже, потому что, ну, обувь для бедных людей они покупают дешевую. 10-15 долларов или берут в секонд-хендах. Более богатые люди они покупают дорогих, но ремонтировать не очень много ремонтов. Есть в каждом городе по несколько мастерских. Знаю наших земляков, кто имеет такие мастерские. Или кто-то имел уже такие мастерские и не смогли они выдержать этот бизнес. Это не очень хороший бизнес. Значит, вот еще один товарищ спрашивает про водителей, которые работают по месту жительства. То есть, локально, например, водители, которые работают в порту Сиэтл, или же которые развозят товары по маркетам или супермаркетам, или же другой категории водителей. Нет дальнобой. Ой, таких очень много. Постоянно по городу еду и вижу на машинах, на минивэнах, на всяких сервисных автомобилях. Всегда есть номер написан для устройства. Они регулярно нанимают. Также у меня в перспективе, наверное, страниц 10, это спрос работы. Очень много требуется как дальнобойщиков, так и на локальных развозках. И из порта в Сиэтле, и вообще очень много. Развозка запчастей, с магазинов на мастерские и так далее. То есть, логистика, она требует очень много водителей. Так что, имея водительское удостоверение и разрешение на работу, вы будете успешным. Возможно, в будущем даже откроете свою компанию. Я знаю наших ребят, которые открыли компании, очень разрослись, большие компании, очень успешные по доставке грузов. Каждый имеет свои аккаунты, каждый имеет свои договора и таким образом зарабатывает деньги, плюс дает работу людям, которые только-только приехали. Так, Дмитрий Морозов спрашивает. Могли бы вы рассказать про возможность получения государственной финансовой поддержки для малого бизнеса в США? Какие условия, через какое время можно на нее рассчитывать после переезда? Это очень сложный вопрос, потому что разные штаты, они всегда разные. 50 штатов и один на другой, хотя они вроде бы похожи, но законы внутри очень сильно разнятся. Более богатые штаты имеют много разных программ, более бедные штаты, они не имеют достаточно программ, особенно для начинающих, потому что это всегда риск и это всегда достаточно сложно. Я слышал, край муха, что да, есть такие программы, но когда вы приедете и осядете в каком-то городе, в каком-то штате, вот там на месте вы уже изучаете этот вопрос. Я не могу вас обманывать или вас обнадеживать, но там, где государство помогает, там не всегда все просто. Так, еще у меня вот несколько таких вопросов. Так, Владимир спрашивает. Подскажите, пожалуйста, есть ли в США частные компании, которые производят строительные материалы? Ну, скажем, строительные стеновые блоки, шлакоблоки или что-то еще из этой серии, насколько это перспективно в США? Ну, я не такой всезнайка, чтобы все-все знать, но я слышал, что, да, компании какие-то есть по производству, скажем, тех же стенок, кухонь, по спецзаказам. Там есть в Сиэтле, есть в Ванкувере и Портленде такие мини-цеха, мини-заводы. Там это все производится. И, кстати, вот говоря об этом, скажу, что если вы краснодеревщик или хороший столер, вы всегда будете обеспечены работой, и вы сможете через время, обжившись немножко, обтершись, сделать свою компанию. Но в отношении шлакоблоков всяких, я не знаю. Я знаю, что в основном здесь привозят все из Китая. Все стройматериалы везут из Китая, имеют большие склады и развозят, распродают по строительным компаниям. Наши русскоговорящие ребята, украинцы, они-то имеют такие компании. Вот. О производстве не могу ничего вам толкового сказать. Сделайте, пожалуйста, видео ваше мнение о госслужащих. Стоит ли стремиться попасть в госработу и почему? Слышала, там зарплаты невысокие, но хорошие бенефиты. И год с пенсии через 10 лет. Что вы об этом знаете? Да, госгосударственные работы, они очень хорошие. И туда стараются попасть очень многие, особенно азиаты, индусы. Вот те, кто физически не сильно хотят работать, они идут туда. Я разговаривал с мэром Сиэтла, и он считывал, что русские не хотят почему-то идти работать на госслужбу. В Сити оф Сиатл или какие-то другие. А в этом необходимость есть. Так как наша община в Сиэтле, ну, в штате Вашингтон очень большая. Она больше 300 тысяч выходцев из Советского Союза. Поэтому всегда нужны люди, которые могли бы и понять, и помочь, и организовать перевод каких-то документов, брошюры, и работать на каких-то определенных должностях. Это очень хорошая работа. Извиняюсь, я рекомендую, конечно, всем желающим попасть туда. Зарплаты действительно не очень большие, но бенефитов очень много. И пенсия, и, в общем, человек, попавший на госслужбу, в принципе, может спокойно спать до самой смерти. Так что вперед, желающие. Вы можете пойти в Сити, значит, Сити холл и заполнить аппликацию, и попроситься на работу, и сказать, что вы говорите там на двух-трех славянских языках. Там русский, украинский, белорусский или еще какой-то молдавский. Вас с удовольствием возьмут. Так, следующий вопрос. Есть ли у вас информация про водителей, которые работают? Так, это мы уже говорили. Так, что еще? Владимир, спасибо за информацию. Вы говорите о владеющих ремеслом, так сказать, о золотых ручках. Я парикмахер. Я говорил о парикмахерах, о людях, которые знают эти работы. Вы не будете сидеть без работы. Вы всегда заработаете. Плюс вы сможете открыть свои салоны. Ну вот, на этом буду заканчивать. И успехов вам всем, как всегда. Здоровья и благословения от Бога. Берегите себя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok